Ноам Хомский. Америка правит миром? Ответ уже не столь очевиден. Опутанная со всех сторон проблемами, Америка теряет глобальную власть и влияние, а мировое общественное мнение превращается во вторую сверхдержаву. Ноам Хомский. Задавая вопрос о том, кто правит миром, мы обычно исходим из стандартного тезиса, что главными действующими лицами в мировых делах являются государства, причем преимущественно великие державы. Поэтому мы прежде всего рассматриваем их решения и существующие между ними отношения. Это верно. Но нам следует также иметь в виду, что такой уровень абстракции вполне может ввести в заблуждение. Конечно, у государств сложная внутренняя структура, а на выборы и решения их политического руководства очень сильно влияет внутреннее сосредоточение власти, когда население в целом оказывается на обочине и лишается всякого влияния. Так бывает даже в наиболее демократических обществах, а для остальных такая ситуация является очевидной данностью. Мы не можем получить реальное представление о том, кто правит миром, игнорируя хозяев человечества, как называл их Адам Смит. В его времена это были торговцы и промышленники Англии. В наши времена это многонациональные, диверсифицированные корпорации, огромные финансовые институты, империи розничной торговли и т.п. Но следуя Смиту, будет не лишний рассмотреть низменный принцип, которым руководствуются хозяева человечества. Все для себя и ничего для других. Иными словами, это доктрина острой и нескончаемой классовой войне, которая зачастую носит односторонний характер, причиняя вред населению стран и мира в целом. В современном мировом порядке институты властителей человечества обладают колоссальной властью, причем не только на международной арене, но и внутри их государств. Они полагаются на эти институты при защите своей власти и при оказании экономической поддержки самыми разными способами. Когда мы задумываемся о роли хозяев человечества, мы обязательно обращаемся к такому приоритету нынешней государственной политики, как Транс-Тихоокеанское партнерство. Это одно из соглашений о правах инвесторов, которое в пропаганде и комментариях ложно называют соглашением о свободной торговле. Такие соглашения заключаются в тайне, и доступ к ним имеют только сотни корпоративных юристов и лоббистов, прописывающих самые важные детали. Цель здесь заключается в том, чтобы принять их в ускоренном порядке по-сталински, исключив дискуссии и дав возможность говорить только «да» или «нет», из-за чего всегда получается «да». Авторы таких соглашений весьма преуспевают, что неудивительно. А люди? Они несущественны. Последствия этого легко можно предсказать. Неолиберальные программы прошлого поколения помогли сосредоточить власть и богатство в руках немногочисленных групп, и в то же время они подорвали действующую демократию. Но из-за этого также проснулась и возмутилась оппозиция, что наиболее заметно в Латинской Америке, а также в центрах глобальной власти. Европейский Союз ЕС, ставший одним из самых многообещающих проектов после Второй мировой войны, оказался на грани разрушения из-за серьезнейших последствий политики затягивания поясов во время рецессии, которую осудили даже экономисты Международного валютного фонда, но не политические силы из рядов фонда. Демократия в Европе ослаблена, а процесс принятия решений переместился в Брюссель, где его взяли в свои руки чиновники. А северные банки отбрасывают на них свою длинную тень. Центристские партии ведущего направления быстро теряют своих членов, которые перемещаются либо направо, либо налево. Исполнительный директор парижской исследовательской группы Европа Нова объясняет это всеобщее разочарование настроением злого бессилия, так как реальная возможность влиять на ход событий ускользнула из рук национальных политических лидеров, которые в принципе должны подчиняться демократической политике, и перешла в руки рынка, институтов Евросоюза и корпораций, вполне в духе неолиберальной доктрины. Очень похожие процессы имеют место в Соединенных Штатах, причем по аналогичным причинам, а это вопрос с большой значимости, важный не только для страны, но и для всего мира в силу американской мощи. Усиление противодействия неолиберальному натиску выдвигает на передний план еще один крайне важный аспект стандартной расхожей мудрости, когда в сторону отодвигается общество, зачастую несогласное с утвержденной для него либеральной демократической теорией ролью зрителя, а не участника. Такое непослушание всегда вызывает обеспокоенность у господствующего класса. Следуя духу и букве американской истории, Джордж Вашингтон считал простолюдинов грязными и отвратительными людьми, проявляющими необъяснимую глупость в своем низшем классе. В своей книге «Политика насилия», ставшей блестящим обзором повстанческих движений, начиная с американской революции и кончая современным Ираком и Афганистаном, Уильям Полк делает вывод, что генералу Вашингтону так сильно хотелось отодвинуть в сторону тех ополченцев, которых он презирал, что этот человек едва не решил проиграть революцию. На самом деле он вполне мог сделать это, если бы не активное вмешательство Франции, которая спасла революцию. До этого момента в ней одерживали верх партизаны, которых мы сегодня называем террористами, а армия Вашингтона британского образца раз за разом проигрывала сражения и едва не проиграла войну. «Общая черта успешного повстанческого движения, пишет Полк, заключается в том, что после победы народная поддержка ослабевает, а руководство начинает подавлять грязных и отвратительных людей, которые на самом деле выиграли войну своей партизанской тактикой и методами террора. Делает оно это из страха, опасаясь, что простолюдины бросят вызов классовым привилегиям. Презрение элиты к низшему классу этих людей с годами принимает самые разные формы». В наше время одной из форм такого презрительного отношения стал призыв к пассивности и послушанию, умеренность демократии, с которым выступают либеральные интернационалисты, реагируя таким образом на опасные последствия народных движений 60-х годов, выражающиеся в демократизации. Иногда государство все-таки предпочитает следовать общественному мнению, что вызывает огромную ярость и возмущение в центрах власти. Один из наиболее драматических случаев произошел в 2003 году, когда администрация Буша потребовала от Турции присоединиться к вторжению в Ирак. 95% населения Турции выступало против такого курса действий и, к изумлению и ужасу Вашингтона, турецкое правительство поддержало точку зрения народа. Турцию подвергли резкому осуждению за такой отказ от ответственных действий. Заместитель министра обороны Пол Вульфовец, названный прессой главнокомандующим по идеализму в американской администрации, всячески поносил турецкую армию за совершение неправомерных действий и требовал извинений. Невозмутимые и уважаемые комментаторы, которых не очень-то тронуло это и прочие неиссислимые проявления нашего легендарного томления по демократии, продолжали превозносить президента Джорджа Буша за его преданность делу продвижения демократии, а иногда критиковали его за и наивность мышления и веру в то, что посторонняя держава может навязывать другим свои демократические устремления. Турецкое общество было не одиноко. Глобальная оппозиция американо-британской агрессии была подавляющей. По данным международных социологических опросов, уровень поддержки военным планам Вашингтона с трудом дотягивал до 10% почти во всех странах. Такая оппозиция вызвала мощные протесты по всему миру и в Соединенных Штатах. Пожалуй, это был первый случай в истории, когда имперскую агрессию резко осудили еще до ее официального начала. Журналист Патрик Тайлер писал на страницах New York Times. «Что в мире существует две сверхдержавы – Соединенные Штаты Америки и мировое общественное мнение». Беспрецедентные протесты в США стали проявлением недовольства агрессии, начавшейся несколькими десятилетиями ранее. Их участники осуждали американские воины в Индокитае. Это протестное движение стало масштабным и весьма влиятельным, хотя и слишком запоздалым. В 1967 году, когда антивоенное движение набрало значительную силу, военный историк и специалист по Вьетнаму Бернард Фолт предупредил, Вьетнаму как культурно-историческому образованию грозит полное уничтожение, поскольку сельская местность этой страны буквально гибнет под ударами самой мощной в мире военной машины, действующей на площади такого размера. Однако антивоенное движение превратилось в силу, которую уже нельзя было игнорировать. А оно не могло проигнорировать действия Рональда Рейгана, который, придя к власти, твердо решил начать нападение на Центральную Америку. Его администрация решила последовать примеру Джона Кеннеги, который 20 годами ранее развязал войну против Южного Вьетнама. Но ей пришлось пойти на попятны из-за мощных общественных протестов, которых не было в начале 60-х. То нападение было достаточно страшным. Его жертвы не оправились до сих пор. Но случившееся в Южном Вьетнаме, а позднее во всем Индокитае, где вторая сфердержава стала протестовать против конфликта гораздо позднее, было несравненно хуже. Часто говорят, что мощная общественная оппозиция против вторжения в Рак не возымела своего действия. Мне это утверждение кажется неверным. Несомненно, вторжение было достаточно ужасным, а его последствия страшными. Тем не менее, все могло быть намного хуже. Вице-президент Дик Чейни, министр обороны Дональд Рамсфельд и остальные высокопоставленные официальные лица из администрации Буша даже подумать не могли о тех мерах, на которые 40 годами ранее пошли президент Кеннеди и президент Линдон Джонсон, так как они знали, что это вызовет протест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok